Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми актуальными новостями Армении и Азербайджана. В Армении начались митинги протестов против присутствия российских войск. Вот армяне вышли с плакатами. Это все произошло в армянском аэропорту Зварноц в Ереване. У них вот, видите, на плакатах написано «Российский оккупант вон из Армении! Российские миротворцы несут смерть!» Так, и вот как раз тут статья небольшая и ролик я вам покажу. Члены Парапашиняновского национально-демократического полюса провели акцию протеста возле аэропорта Зварноц в Ереване. Митингующие требуют отстранения пограничников российских. Кажется, вот там они еще присутствуют, пограничники охраняют как бы этот аэропорт. Вот, послушайте тут, что они... Так, сейчас я вам сделаю звук. Россия враг! Россия враг! Россия враг! Россия враг! Роман из Армении! Вот армяне прямо высказали и Путину, и Лаврову, что, мол, российские миротворцы несут только смерть, русские оккупанты вон из Армении, все понятно уже. Враги, в общем, стали сейчас, армяне ненавидят русских. И вот сейчас Лавров, министр иностранных дел, сделал громкое заявление. Он анонсировал пересмотры отношений с Арменией. Так, Ереван стремится выстраивать отношения не с друзьями и соседями, а с их врагами, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в субботу 2 марта в ходе пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума. В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей, отметил глава МИД России. Лавров также отреагировал на заявление секретаря Совбез Армении о том, что выстраивание тесных отношений с Россией было стратегической ошибкой. Если это оценка всего армянского руководства и она опирается на мнение народа, то это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях, добавил он. Ну вот теперь Лавров говорит, что Армения уже нам не друг, а враг. Если уже Пашинян и все это правительство против России, то и мы будем пересматривать отношения с Россией. И теперь там, ой, извиняюсь, уже в Армении армяне возбудились, мол, надо, пора уже устранять Никола Пашиняна, иначе мы потеряем Армению. Я тут вчера выпустил ролик, где Константин Затулин заявил, я утверждаю, что Пашинян предал и продал своих соотечественников. Ну теперь в Армении эту информацию уже получили, почитали и поняли, что Пашинян предатель, как бы. Так, он уже по информации Затулина продал Карабах за 5 миллиардов долларов. Ну это вчерашнее заявление Затулина, типа что Пашинян решил избавиться от этих карабахских армян. Вместе с Рейком Ратюняном, Рубеном Варданяном, в общем он продал этот карабах вместе с его руководителями. Да, в прямом смысле слова. Он мог их как бы спасти, там на вертолете, опять в Ереванах, вы как бы скажете. А он взял и сказал, лиха моли его забирай, и Карабах за 5 миллиардов, и еще всех этих, как их называют, президенты там были, министр обороны, в общем все. А сейчас армяне поняли, что Пашинян и скоро и Армению продаст. Ну вернее не Армению, он продаст, вот, Сюник или западный Зангизур. Это уже вторая часть этого сериала будет, в Армении тоже не дураки, вот тут есть такой у них Армена Шатян, вице-президент. И вот он что заявил. Вы постоянно упоминаете, что единственное спасение убрать Никола. Предположим, что Азербайджан снова нападет, не успев отстранить его. Что делать, типа, армянам? Армена Шатян отметил, после 9 ноября 2020 года мы говорили, что если не отстраним Никола от власти, то потеряем Карабах. К сожалению, именно так произошло. И даже после этого мы, как народ, не извлекли урок и до сих пор терпим премьерство этого Никола. Поэтому ваш вопрос резок, но верен. Если мы не избавимся от Никола сейчас, мы потеряем Армению. Это опасность, нависшая над нашими головами угроза, которая с каждым днем становится все более реальной. Ну, это он мыслит правильно. Если мы снова промедлим и описанный вами сценарий станет реальностью, то бесспорно надо знать, что мы, сплотившись как нация, должны противостоять нападению Азербайджана. Понимаешь, что при этом Армении управляет внешний оккупационный режим, что затрудняет нам борьбу с агрессором. Это 44-дневная война, он говорит, яркое тому подтверждение. Ну, в общем, все. Пашинян, как этот, сначала продал Карабах, как Пашинян называет, продавец персиков, потом дело дойдет до западного Зангизура или Сюника, а потом уже и до Еревана, уже это будет третья часть. Как бы сейчас вот идет вторая сериал, вторая часть, сдача Сюника или западного Зангизура. И вот что еще сказал. Система безопасности Армении разрушена, как внутренним, так и международным инструментарием. Пашинян это тоже признает. У нас, армян, есть горькое слово. В сложных ситуациях мы любим пошутить, что ситуация еще немного ухудшится и прекратится. Однако даже этот оптимистический пессимизм сегодня преувеличен, потому что пока Никол будет премьер-министром, наша ситуация будет ухудшаться. Она будет ухудшаться с каждым днем и с каждым месяцем. Она никогда не стабилизируется. В общем, все, в Армении там тоже уже паника. Все эти его, как сказать, кто его ненавидит, решили его быстрее бы устранить, потому что все это идет, что скоро слово Армения перестанет существовать, как страна. Ну и Макрон это помогает. Да, они вместе с Пашиняным ее развалят. Я вижу, как они сейчас взялись там уже. А Пашиняну главное заработать на этом капитал. Понимаете, ему он бизнесмен. Он как торговал персиками, говорит, как кепки ходил, так он не дурак. Он понимает, что можно и было продать и Карабах, сейчас можно продать пол Армении, потом Ереван еще продаст, еще за 5 миллиардов. Так что сериал будет тут долгий. А потом всех армян куда-нибудь выселят. Вернее, там может их оставить чуть-чуть там. Или в Индию, может, они уедут. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. А, еще хочу сказать, сейчас буду ролики делать через день. Завтра ролика не будет, послезавтра. Все, до свидания, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok